Привет! Как дела? Супер! На плантации? Валим на плантации! Здесь мы увидим разные вкусы, так как ваниль, кардамон, мускатный орех, корица, куркума, имбирь и так далее. Понятно? Вы знаете значение слова Занзбар? Нет. Слово Занзбар приходит из двух арабских слов. Зензи означает черные люди, Ба означает земли. Слово Занзбар означает земли у черных людей. В Канзании союз Занзбар как они там. Меня зовут Абдулла. Абдулла. Или и меня зовут Мистер Бык. Мистер Бык? Пошли бычары. Ха-ха. Пошли бычары. И попробовал бычары. Пошли бычары. И пробовался. Погнали. Залову. Ну вот реально у всех вот такие кострющи, они готовят еду реально на костре, у нас вот три камня, коралла, нету никаких ни мангалов, ни... Кухня, ну, ты, Валя, кухню себе хочешь хорошую, можно будет ремонт сделать по-занзибарски, три камня по центру положим. Мистер Бык, мамба есть? Мамба есть, мамба нет, нет, только змея. Окей, это лавровый фермер, у нас королева специи и король. Это королевый лист? Лавровый лист, наверное. Понюхать листья и потом кора и потом ковынь. Что это? Листья. Чем? Базилик похоже. Понюхать кора. Я уже начинаю, смотри, ты сейчас точно скажешь. Ваниль. Покажи. Спасибо. А это другим похоже. Не режь ты дерево бедное. Так это король использует. Что это говорит? Смотри. Это корица. Похоже, похоже. Точно, точно. А листья не похожи. Кора похожа на корицу. Давай по истории. А до англичан была здесь специя ферма или нет? Не были. То есть пришли... Англичане принесли специи? Но... Арабы. Арабы. Привезли здесь. Ой, это запах... Они используют... Звездочки. Звездочка. Запах звездочки. Звездочка. Ага. То есть... Здесь был остров до этого, у них самих не было специи. Это арабы им навязали, да? Арабы. Привезли арабы. Как... Гвоздика. Это все... Это звездочка. Угу. Как может быть с одного ствола столько всего, да? Из запах. Какое это? Из... Арабиска. А, арабиска. А, арабиска. Из арабиска полустрова. Я, если честно, его со змеями не понял. Говорит, мамбы нету просто змеи. Обычная змея, она может не ядовитая быть. Ага. 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 Мелисса. Это лимонный грас. Угу. Что-то лимонник какой-то. Лимонный грас. Мы дали чай, масло, духи. О, пахнет. Это не мелисса, но пахнет лимоном, да? Угу. Лимоном пахнет очень. Зелоный чай, это самый вкусный чай на Занзибаре. Это чай, да? Угу. Чай. Лимонный грас называется. Угу. Тоже это от комаров. От комаров, да? Угу. Ну, сейчас нету сезона комаров. Я ни одного комара не видел. Они только когда дождь... Это мои лета. Дождь, это мои лета. Дождь, дождь очень от комаров здесь. Занзибар называют островом специй. А началось это все на заре 18 века, когда Занзибар был отнюдь не райским уголком для отдыха в тропиках, а пересечением торговых путей, ведущих в разные части света, Европу, страны Востока и расположенную рядом Африку. Возить в одну страну рабов и слоновую кость, а в другую невиданные пряности, ткани и предметы культуры было очень выгодным занятием. О, а тут что? Посмотри, называется Тангауизи. Смотри, это имя. Тангауизи. Посмотри. Это король, как кукума, но не кукума, вот. Кукурма. Кукурма. Ага. Это ля виагра. Я тебя. Я тебя. Я тебя. Давай. Три. Ну, ну. Уже парни здесь. Имбирь. А потом шпиливили, шпиливили. Это корень. Похож на имбирь? Это имбирь. Это имбирь правда. Для чая мы играем. Ну, так это имбирь. А где джиги-джиги? Джиги-джиги там, когда кушат, ест. Ой, он так печет? Да, можно ест. Язык так печет. Потомки рабов сейчас вполне довольны жизнью. Поэтому за Занзибар, бывший на то время португальской колонией, разгорелась нешуточная борьба. Как раз в первые годы 18 века он перешел в руки аманских арабов, которые разбирались в работорговле намного лучше, чем самые алчные европейцы. Став частью аманского султаната, Занзибар попал под власть Саида ибн Султана. А султан быстро понял, какая жемчужина попала ему в руки. Он закрепился на Занзибаре, перенес сюда свою столицу, понастроил достопримечательностей, ныне охраняемых ЮНЕСКО. А потом и вовсе отделился от сородичей, объявив Занзибар отдельным султанатом. И однажды, когда султан объезжал свои владения, он сделал открытие, которое на столетие определило судьбу Занзибара. Он увидел, что на одном из островов, архипелага, туземцы выращивали гвоздичные деревья, которые за какое-то время до этого завезли сюда из Индонезии, купцы-мореплаватели. А пряности из дорогих стран, нужно сказать, всегда стоили дорого. Некоторые и на вес золота. «О, так мы можем сами это выращивать?» – изумился султан. «А ну-ка быстро всем сажать гвоздику, и перец, и куркуму!» Сказано, сделано. Древние леса, покрывавшие тропические острова, пошли в топку. Обитавшие в них обезьяны, обиделись и ушли на окраины. А на месте лесов постепенно выросли огромные плантации всех специй, какие только соглашались расти в тропическом климате. И даже когда не стало султана, и пришли британцы, то они тоже были не прочь торговать пряностями. А когда в 60-х годах прошлого века Британия дала колониям в Африке независимость, то это было единственным подспорьем для нищей страны в те годы. Да и сейчас выращивание пряностей на Задзибаре является одним из основных направлений деятельности. «Это что?» «Это что?» «Плоды чего?» «Я не знаю. Что это?» «Это кардамон». «Кардамон». «Обычно кардамон растет на земле, как вот». «Окей?» «Это кардамон». «Мы дадим чай». «Чай и имбирь». «Потом мы собираем, размолваем. «Мы получим мука». «Мука». «Мука». «Мука, да?» «Всё правильно говоришь». «Для блинчиков». «Для блинчиков». «Для блинчиков». «Врисы. «Люфу». «Это». «Кстати, мы ещё не пробовали дуриан. «Вот такой вот фрукт, колючий, большой. «Надо попробовать обязательно». «Кстати, это дуриан». «А вот он, дуриан, дуриан». «Это, девочки фрук». «Джеки фрук». «Мн фенесси», «Мн фенесси». «Он вкуснее, чем ананас?» «Да, да, о чем ананас?» «А как попробовать?» «Как бананы, бананы и ананас». Самое интересное, что он прям со ствола растет. Когда спели, желтые. Слышишь? И что, когда обрежешь опять, в этом же месте будут вырезать? Мы разраем так вот. То есть у нас обычно фрукты растут на кончиках веток, да? Это спель. А они на стволе, смотрите. На стволе, а на ветках ничего нет. Сейчас нам надо попробовать. Попробовать. Это спель. Смотри, смотри. А мне на нас похоже. Кто хочет попробовать? Я буду пробовать, я что? Это вкусно. Это нехорошая белка крема. И потом там есть много фруктов. Попробовать. Ну что, вкусно? Как манго. Как манго. Ну, поскольку первый раз в жизни ешь, то... Как баблгам какой-то. Да, он нам говорил, гид, между прочим. Баблгам. У нас есть два типа. Это маленький аромбутар. Мы делаем ачари. Ачари или салаты. 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 Мы берем огурец, крыто. Можно это есть? Да, можно. Очень кислый. Я вместе. Очень кислый. Давай. Очень кислый. Слышь, что-то напоминает. Я не могу понять, что. Лимон, может, нет? Нет. Нет, какой-то у нас есть тоже, как трава, что-то или как этого. Это для витамин С. Яблоко, напоминает. Витамин С, да? Яблоко кислое. Кисло-кислое яблоко. Зеленое яблоко. Неспелое яблоко. Пошли, пошли-то. Это мимоза. Мимоза? Мимоза. Смотри, вот, дорогой цель, и сразу листик падает. Вианин. Можно. Покажи. Оп. И закрылся. Срайса. Оп. Закрылся. Вообще. Когда пять минут, потом... Пять минут открывается, да? Оп, смотрите, вот даже большинство. Мимоза, посоль, надбайся. Оп, закрылся. Вот, смотрите. Кифа-ронго. Знаешь, кифа-ронго. Вообще прикол, да? Корен, мы используем как лекарство для... Знаете? Для лечения... Мимоза. Что? Астма. Астма. Да, астма. Для легких. Корень. 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 Моз. Это, знаешь, что... Это... 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 Смотри. Звезды... Это... Гвоздика. Гвоздика, да. Вот гвоздика. Точно, блин, у меня что-то все терпит. Мы даем тоже мыло, адоку, масло... Гвоздика. Гвоздика. И зубная бон. Вот, гвоздика. Это мы должны продавать праведерство. А, да, где ты так русский научился? Где ты русского научился? Русский язык в интернете, потому что у меня нет учителя. Здесь надо называть. Я сам. Слушай, какие они, это... Какие у них вообще к знаниям есть... Что у тебя называется? Тяга. Тяга. Что значит тяга? Стремиться. Хочется учиться. Стремиться. Это у нас в школе такой ходит. Потому что у нас тут немецкий учил, немецкий, французский, немецкий. И мы английского не знаем. А ты русский знал. А русский самый тяжелый язык. Что мы ищем? Вот это что? Вот это. Я расскажу. Расскажешь? Угу. Срочно. А, я уже сказал. Угу. Это для вас. Мускат не для женщины. Мускат не орех. О, Ильдер. Это Ильдер. Амна. Абдуланд. Ага. Вы все эти растения поливаете принудительно? Почему нету капельного полива? Вы что, с тлейкой ходите или вообще не поливаете? Вообще не поливаете. Не поливаете? Не поливаете. Воду не льете сами? Вода. Вода. Вода нет. Вода нет. Ждете дожди сами? Дожди. Когда дожди, мы сажаем... То есть столько много всяких растений, столько специй. На улице плюс 30, плюс 40 и они растут сами. Без дождя. Не надо поливать. Поливаете. То есть климат хороший, поэтому арабы сюда это все и завезли. Мускатный орех, да? Да, мускатный орех. Но он не спелый. Не спелый, да. Когда спели, черный. И потом мы сушим их на солнце. А это что за камыши такие? Это кокос лести. Лести кокоса. Ага. Он делит как украшение для вас. Что за украшение? Как на руку, браслет? Руком. И потом тоже... На голову, да? На голову. Ну да, ходим всякой ерунде, да? Жалко нас. Жалко нас. Окей? Окей. Да, да, да. А? Ага. Давай пья. Давай. Абдулла молодец. Спасибо. Как у нас яблоки? Да, как у нас яблоки, Мамда. Ничего. Я просто думаю, вот у нас есть и бетон, да? У нас с ними мамы и папы, не сиди на бетоне, будет геморрой, простатит, простуда. Заболеешь? У нас тут все сидят на бетоне. И все нормально. И никто не болеет. Ну, у нас нельзя на бетоне сидеть. А это дом? Это дом, да. Животные делают это. Это анату называется. Анату? Будем есть? Нет. Ну ладно. Это кушать нельзя? Омаре. Это специи? Это как... Это не специи. Это как... Омаре. Женщины из ансбара используются как гумная помада. О, красивая. Я могу губы намазать? Оно красное, да? Красное, да. Валентина, ты красишь. У-у-у. Валентина, твоя очередь, Вальс. Ну. Очень, и очень даже классно. Покажи. Ну, точно краска. Покажи. Ну. Слушай, экономия на помаде. Посмотри, ты как аромботан. Ну, не аромботан. Анат называется. Посоль называется. Ну, ему Валя больше идет. Покажи. Покажи. Плантации специй это закрытая территория. Туда не приглашают посторонних. Да и смотреть там нечего. Представьте, несколькочасовая прогулка по гектарам, засаженным совершенно одинаковыми деревьями или кустами. Поэтому туристов возят в так называемый сад специй или ферма специй, где мы сейчас и находимся. Тут, на небольшой площади, растет все, что называется специями. И здесь, чтобы осмотреть всю ферму, достаточно часа. Самые крупные плантации специй находятся на острове Унгуджа и острове Пемба. Но туристов на сами плантации не пускают. Слушай, не такие, как в зоопарке. Белский. Курица с топятыми маленькими сидит. Это ваниль. А где ваниль? А что использовать? Что именно используют из этого? Вот это вот только фрукты. Это плот. Это... Открывай мне, чтобы... Это льня на расстоянии. Димка на... Это льня на расстоянии, не пахнет? Не пахнет? Это льня на расстоянии, обычно, трава. Не пахнет. Не пахнет. От посадок до сбора урожая, это занимается шесть месяцев. Шесть месяцев. Да, так и для... Почему вы в СНР? Почему не в шорте? Это наша... Национальность. Нас на Занзибаре. Можно... Так вот, нет. Это с религией связано? Сейчас мы... Потому что проблема. А вы знаете, как... Занзибары очень мусульман. А, видите, мусульмане, и они прикрывают торс, ноги. Вот так, ниже колена. А то просто мы с пляжа приехали, там... Привысли всех болтов. На пляже можно. А вы тут владеете. Ясно, хорошо. Окей. Хорошо, мы поднимем на гамму. Аминь. 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 Трава обыкновенная. Трава обыкновенная. Я не знаю, что это. У нас пяти вида. У нас белый, красный, черный и... Белый, красный, черный. Ну, это уже точно перец. Наконец-то. Наконец-то мы угадали, да? Ага. Слушай, а где плоды, где черный горошек? Ну... Семена. Семена у нас здесь есть. Ты знаешь, это арабутан. А, вообще-то. А, это фу-та иглопит. А, это фу-та иглопит. Вот это перец, да? Это перец. Это зеленый. О, пахнет уже перцем. Наконец-то. Аж в нас дает. Попробуй. Да-да-да. Слушай. Я уже сегодня столько всего напушился. Твоя очередь есть. О, пахнет. 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 Пилау. Ням-ням. Это мы используем много. Это мы используем как лекарство для животных. Если у тебя есть большой живот, мы используем черный перец. Окей? Больной живот. Больной. Не большой, а больной. Больной. Большой это вот такой, а больной это болит. Боль. 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 А то, блин, я уже с начала заинтересовался. Думаю, большой живот перцем выречит. Овод, овод. Смотри, какой чмель. Или это овод? Я бойко. Мне мистер Бык сейчас. Бойко сейчас. Сейчас мистер Бык ему завалит. Скотт Адкинс. Не, я домой. Побежали. Нет, нет, нет. Мы с ковежем. У них есть два пола. Ананасы. У него собрали. А где мужчина? Вот это ананасы. Ананасы растут в земле. Многие у нас считают, что ананасы это фрукты. А это не фрукты, а получается ананасы овощи. Да, это растение. Ананасы потом. Не растет много здесь. Не растет много здесь. Вот. Не растет много здесь. Это в деревне. Вот это будет один ананас. Вот это будет второй ананас. То есть одно растение, один ананас. Да. Да. Это что? Это мы делаем брашку. Гонго. Самогонго. Вот это вы брашку самогонку? Это папайя. Папайя. Да. Знаете папайя? Не спели. Папайя здесь. Обычно в женсбаре мы делаем гонго. или сок тоже. Слушай, этому растению два года. Два года. Быстро растет, да? Быстро растет. Однолетка, два. А вы же мусульмане. Зачем вам брашка? Самому смешно стало. Самому мусульману здесь надо забрать, но не все пьют брашку. Ну не все. Не все. Я не курю. Я не пью самогонго. Только вода и... А у нас говорят не самогонго, а самогонка. Самогонка. Не самогонго. Самогонка. Самогонка. Да. Конго-гонго. Если вы хотите попробовать, есть ли. Самогонки? Да. У тебя есть самогонка? Не меня. Там есть в древней. Пойдем в деревню. Как всегда у всех на деревне есть самогонка. Сала нету тогда. А девчонки? Я так понимаю, нам придется вечером надо. У нас это алоэ в каждом горшке в советской квартире. У нас дома люди в горшках на подоконниках растят. Здесь мы используем как украшение воды. Рыжи масло для кожи. Это. Но оно полезно. Не полезно. Неполезно. 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 Наши думают, что полезно. В Украине есть много. Растет много или? Ну но на каждом подоконнике. он сейчас думает тупые на подоконниках растят и думают что полезные а это чисто масло и все в Европе они дают парфюм номер 5 здесь мы даем парфюм номер 0 как пахнет как духи пахнут да реально пока халява здесь есть парфюм дохи масло ты нам покажи с алоэ парфюм хорошие такие знаете такие маски восточные да это продаешь из этого дерева это сладкая сладкая но натуральные натуральные такие очень вкусные он продает это да а дорого не дорого я помню что мыло или вот это все сразу все корзина пять долларов шилин 10 тысяч а это сколько тоже мы конечно белые олигархи ну за кусочек 5 долларов у нас дороговато выбрать как два три четыре и потом скидка мы скидка хорошо пошли дальше или здесь надо покупать потом можно купить будет но там есть и в магазине спейси магазине спейси здесь и здесь то есть так как мы видим это на улице там много гастричных мы скидка таких как это понимаете пфффффффффф κорбин как пффф а кто подходи народ раскупай духи давай торговаться тогда уже купим только не за 5 долларов конечно мыло кусок хорошо все за 10 давай короче по минимуму будем мы люди не богатые давай один антон одну купит за 3 доллара и я одну за 3 доллара куплю антон за 3 доллара одну и я за 3 доллара у нас ману на тапе он и парня на тапе очень много согласен а сколько это понимаешь она нам мало скинули и надо больше мне такого даже он думает что мы еще об там берем предусмотрена начать с доллара доходить до двух короче ладно мы берем всего лишь три три по три доллара за 10 3 за 10 баксов тогда пускай шо и кепку свою дойок короче вы торгали вы видели сами как мы торговались берем три штуки за 10 баксов хотя первоначальная цена была пять долларов за одну абдулла ты нас не обманул теперь мы возьмем три штуки одна баксов два дайвинг два чай в мако ка в мако бакси бакси я в мако а а в мако в мако в мако В Танзании Спасибо Бабочка Это кофе У нас два типа кофе Робуста и арабика Арабика не растет здесь Только в Танзании В Танзании считается Самый дешевый кофе Он будет вкуснее, чем в Европе Мы не кофеманы, мы не покупаем А вообще считается, что здесь хороший кофе Кофе Обычно мы дали чай И кардамон Ну вот это кофе Ну вот кофейное Кофейное зерно Это робуста Робуста Это робуста Именно такое А арабика она в плоде большом И семена находятся именно в плоде большом А это растет отдельно Я кофе не пью вообще ни разу не интересовался Я хочу пожевать кофе И я хочу пожевать кофе И я хочу пожевать кофе Бабочка Это мы на эту бабочку хочу посмотреть Ага Давай Окей, давай Давай бабочка А мы думаем, что за бабочка? А что значит бабочка? Это же человек лазающий по хвали А куна мацаца А куна мацаца А куна мацаца Оу А куна мацаца А куна мацаца Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Он накрасился даже, слушай, и губы покрасил. А теперь ухаживать за тобой начал. Первый раз вообще за все время, что мы здесь находимся, дождь пошел. Он часто идет? Окей, да. Сейчас мы закончим нашу штуру в холоднике. Акуна, матата, матата, акуна, матата, что нету жутки? Как это у этого клоуны, да? Как минимум такие петушки, особенно ты. Что, мы домой уже едем? Ну, магазин и спеши. Скажи, чтобы они нас не обманули. Головой цепяешь, все. Скажи, что мы делаем? Ее. Хорошо? Хорошо. Хорошо? Не могу? Боже, кому-нибудь прийти, да, специи натуральные, подарим кому-нибудь. Все, что ты. Ох, не могу. Хорошо? Хорошо. Можешь кому-нибудь приходится, да, специи натуральные. Спасибо. Поехали? Поехали. Всем привет. А мы сейчас едем закат встречать. Прямо в океан. На лодке. Поехали с нами. Прямо в океан. Прямо в океан. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok